Доклад, посвященный лечению больных с опухолями костей таза. Актуальность данной проблемы в этой аудитории не вызывает никакого сомнения. Единственное, на чем хотелось бы остановиться при актуальности, это то, что в настоящий момент нет оптимального решения проблемы реконструкции тазового кольца. Существует, как мы видим, большое количество различных видов протезирований, но оптимального решения в настоящий момент нет. Что касается эпидемиологии пациентов, то необходимо отметить, что от 10 до 15% всех больных с первичными злокачественными опухолями костей таза локализуются в костях таза. И для России это приблизительно составляет около 150-200 новых случаев в год. Необходимо отметить, что... Секунду... А можно назад вернуть? Нет, нет, нет. Извините за технические... Необходимо отметить, что наиболее часто это пациенты с высокой степенью дифференцировки опухоли. Здесь представлена наиболее характеристика опухолей, которые наиболее часто встречаются при поражении костей таза. Наиболее актуальным является то, что хардомы... Высокий риск рецидирирования при хардомах. Это означает, что при планировании и лечении данной группы больных особенное внимание нужно уделять радикальности выполняемых операций. И хотелось бы отметить, что при остеосаркоме костей таза двухлетняя выжимаемость у больных со второй стадии составляет 76%, при четвертой уже 33%, о чем мы сегодня неоднократно говорили. То, что лечение пациентов с третьей-четвертой стадии болезни в настоящий момент, к сожалению, результаты не очень удовлетворительные, и над этим стоит работать. Здесь в 2005 году в онкологическом научном центре было создано отделение вертебральной хирургии, которое занимается непосредственной разработкой лечения больных с окуплением костей таза. И, как мы видим по графику, количество хирургической активности значительно выросло, и накапливается опыт лечения данных больных. Что касается пациентов, соотношение мужчин и женщин приблизительно при данной патологии один к одному, и необходимо отметить, что поражается, страдают пациенты активной социальной группы, и можно отметить, что лечение данных больных является также социально значимой проблемой. На данном слайде показано то, что из лакачественных опухолей наиболее часто встречаются – это хондросаркомы, хардомы и метастатические поражения. И доброкачественных опухолей – это гигантоклеточные опухоли, нейрозимальные костные кисты и доброкачественная швонома. По распределению опухолей по костям таза, наиболее часто опухоль распространяется в крестце, в воздушной кости и в области лунных костей. Также необходимо отметить, что треть всех пациентов – это пациенты, когда опухоль распространяется на более чем на две анатомических зоны по системе стадирования МСТС, и что требует выполнения комбинированных резекций. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент, учитывая развитие данной дисциплины, удается в 87% случаев выполнять органосохраняющее лечение. Только 13% больных показано выполнение калечащих операций. На этом слайде представлен персонализированный подход для определения тактики лечения больных с опухолями костей таза. Этот персонализированный подход, который разрабатывается сейчас у нас в отделении, необходимо отметить то, что он включает в себя несколько блоков. Первый блок – это общая часть, включает статус учреждения, где лечится пациент, опыт хирурга, лечение должно проводиться по клиническим рекомендациям. Если речь идет о метастатическом поражении костей таза, необходимо учитывать шаг метастазирования и также определять категорию сложность лечения данных больных. Второй блок включает стандартное обследование по шкалам, оценки качества жизни, болевой синдром, неврологический статус. Онкологический прогноз, необходимый для больных с опухолями костей таза, мы определили на три категории. Неблагоприятные – это пациенты, которые ожидаем продолжительность жизни до одного года, умеренный прогноз – это более года, и благоприятные прогнозы – это пациенты с ожидаем продолжительности жизни более двух лет. На данном слайде представлена хирургическая классификация МСТС, на основании которой выстраивается тактика хирургического лечения. Здесь, пока в таком рабочем варианте приведена система алгоритма выбора тактики хирургического лечения, необходимо отметить то, что первое, на что распределяется пациента, это по прогнозу, благоприятный, умеренный и неблагоприятный прогноз по объему распространенности опухолевого процесса, и уже на основании этого выбирается тот или иной вид хирургического вмешательства. На первом этапе пациенты с опухолями костей таза проходят стандартные обследования. То, что касается первой строчки, это именно онкологическое обследование. МРТ и КТ необходимы как для визуализации опухолевого процесса, также данные методы исследования можно использовать для планирования хирургических вмешательств и создания компьютерных моделей в формате STL, то есть 3D-моделей. Вторым этапом после обследования пациента выполняется компьютерное моделирование операций, так называемой инсилика. Это достаточно новый термин в медицине, но я его здесь специально упоминаю, потому что он входит в нашу повседневную жизнь, и в документах, которые представлены Минздравом, этот термин тоже уже начинает фигурировать. Здесь совместно с биоинженерами разрабатывается предполагаемое будущее хирургическое вмешательство и вариант протезирования после резекции костей и таза. Третьим этапом после того, как компьютерная модель создана, на третьем этапе планирования хирургических вмешательств на костях таза это создание прототипа данной анатомической зоны и прототипа хирургического вмешательства. Здесь хотелось бы немножко подробнее остановиться на методах прототипирования. Наш опыт, здесь представлены три вида создания прототипов. Это стереолитографическая SLA-технология, которая позволяет создавать высокоточные модели костей и таза. Также данные прототипа обладают высокой прочностью, что является неоспоримым преимуществом. Но из отрицательных сторон данной технологии по прототипированию является длительность изготовления данных изделий, высокая стоимость и ограничение по размерам производства прототипа. Вторая технология это 3DP технология. Это когда 3D модель создается на основе гипса либо других порошков. Обладает данной технологией прототипирование высокой скоростью, низкой стоимостью. Большим преимуществом данного метода прототипирования является то, что можно создавать полноцветные модели, в том числе можно на компьютере выделить опухоль или какие-то важные элементы, и уже 3D принтер создаст модель уже с заранее заданными цветовыми качествами. Также большим преимуществом является то, что возможно создавать большие модели прототипа больших размеров. Из отрицательных сторон является хрупкость данных изделий, более низкая точность по сравнению с созданием прототипа технологии SLA. И данная методика требует сложного постпроцессинга, то есть после создания требует дополнительной обработки и соответствующих условий. Третья технология это FDM технология, наверное на сегодняшний момент самая доступная, самая простая. Преимуществами ее является скорость, низкая стоимость создания моделей, доступность данной технологии настолько проста, что она может применяться непосредственно в клиниках. Соответственно, постпроцессинг, то есть после того, как модель напечатана, она здесь минимальна и может производиться неквалифицированными специалистами. Но есть несколько отрицательных сторон у данной технологии. Это относительная хрупкость моделей и достаточно низкая точность. Из представленных здесь методов, это метод прототипирования наименее точный. При планировании и создании эндопротезов таза, безусловно, необходимо учитывать биомеханику таза. Это залог того, что и будет хороший функциональный результат, и позволит избежать в дальнейшем различных нестабильностей системы. На данном примере приведен пример пациентки с хондросаркомой левой седачной кости, которой была выполнена резекция и транспозиция бедра без реконструкции. В связи с тем, что пациентке 57 лет, и у нее есть сопутствующие патологии, сахарный диабет, и в связи с тем, что у нее высокий риск был развития послеоперационных осложнений, в связи с этим реконструкция тазового кольца не производилась. Несмотря на то, что прогноз у данной пациентки онкологически хороший. На данном примере приведен пример эндоскопического вмешательства. В настоящий момент эндоскопия является стандартом для ведущих клиник по лечению сарком в нашей стране. Поэтому на этом примере дальше не буду останавливаться. Здесь приведен пример, который уже является рутинным для большинства клиник. Это компьютерная навигация. Здесь пациентка с хардомой крестца. И лечение данных больных позволяет выполнять радикальные операции, что это крайне важно. Как мы помним, рецидивирование при хардомах составляет 50%. На сегодняшний момент лечение пациентов с окульями костей таза без навигации, на наш взгляд, не представляется возможным. На данном примере приведен пример пациентки с саркома юинга подвздошной кости. Также была создана по методу стерилитографии 3D-модель. Запланирован протез. Это была одна из наших первых операций по протезированию костей таза. Мы видим, что была сохранена длина конечности у пациентки, но, тем не менее, не были учтены другие важные параметры биомеханики костей таза, не соблюдены центры вращения суставов. Поэтому в дальнейшем мы можем ожидать, что данной пациентке придется выполнять ревизионную операцию. Здесь приведен пример пациента. Пациенту лечения пациента, для которого также был применен персонализированный подход при определении тактики лечения. Пациенту было 33 года с благоприятным онкологическим прогнозом. Первая B-стадия. Но пациенту выраженное хондро-саркомом крестцово-поздушного сочленения с выраженным мягкотканным компонентом. Учитывая молодой возраст пациента, учитывая хороший онкологический прогноз, было принято решение о выполнении операции под компьютерной навигацией краевой резекции крестцово-поздушного сочленения. Было выполнено планирование операции инсилика и выполнена операция по краевой резекции крестцово-поздушного сочленения без нарушения тазового кольца, что, соответственно, не потребовало реконструктивного этапа. При морфологическом исследовании были получены чистые края резекции R0. Тем не менее, учитывая то, что была выполнена края резекции, мы ожидали, что возможно развитие рецидива. Через три года у пациента был выявлен рецидив. Учитывая то, что это рецидивный опухоль, пациенту было уже запланировано радикальное хирургическое вмешательство в объеме крестцово-поздушного сочленения с реконструкцией тазового кольца. Было выполнено компьютерное моделирование инсилика, хирургическое вмешательство, создана стерилитографическая модель и выполнено непосредственно само хирургическое вмешательство. Один год после операции у пациента хороший функциональный результат. В настоящий момент нестабильности системы не наблюдается. Период наблюдения составляет два года. На данную систему поданы заявки на патент, они одобрены. И в 2017 году в Институте промышленной собственности данная разработка была включена в базу данных перспективных изобретений Российской Федерации. На данном примере приведен опыт лечения пациента с умеренным онкологическим прогнозом по поводу остеосаркомы правопоздушной кости. В предоперационном периоде пациент получал химиотерапию и параллельно с этим шла работа по планированию операций и реконструкции дефекта. Была создана компьютерная модель. Инсилика воспроектирована, воспроизведена операция и разработана система протезирования. Следующим этапом после утверждения был создан сам непосредственно эндопротез, создан прототип таза, создан прототип хирургического вмешательства, определены края резекции и проведена система по реконструкции данного дефекта. Здесь непосредственно представлен ход самой операции. Необходимо отметить, что у пациента также был для укрытия дефекта использован ректабдоминальный лоскут, который позволил в дальнейшем избежать инфекционных осложнений. Здесь мы видим, что в послеоперационном периоде пациент через 3 месяца проходит оценку функционального результата на компьютерных стендах. Это, на наш взгляд, является достаточно новым и интересным направлением по оценке функциональных результатов. Безусловно, это не исключает, не отменяет применение системы МСТС по оценке функциональных ортопедических результатов. И в качестве заключения, подведения итогов, необходимо отметить, что после внедрения в практику применения навигационной системы радикальность хирургических вмешательств выросла. И этот результат, я считаю, достаточно удовлетворительным. К сожалению, лечение опухоли, костей и таза остается все-таки большой проблемой. Это в первую очередь связано с тем, что высокий процент послеоперационных осложнений развивается. Это интраоперационные осложнения и раневые осложнения в послеоперационном периоде, и неврологические. Есть над чем еще работать. Какие существуют перспективы? Хотелось бы на это немножко остановиться. Это совершенствование поиска новых способов производства индивидуальных протезов, поиск новых материалов для реконструкции тазового кольца близкими к костной ткани, потому что титан, к сожалению, материал хороший, но рано или поздно от него придется отказываться и искать более адекватные методы замещения дефектов. Разработка оперативных вмешательств дизайна протеза, учитывающих биомеханику таза, и внедрение клеточных и тканевых технологий для лучшей интеграции системы реконструкции. 3D-биопринтинг костей таза. Для всего этого необходимо создать эффективную экономическую модель лечения данной группы больных. На сегодняшний момент себестоимость лечения такого пациента с учетом оперативного вмешательства, с учетом анестезиологического реанимационного пособия составляет от 1 до 1,5 млн. рублей, что не покрывается ни квотами, ни ОМС. В заключении хотелось отметить, что пациенты требуют персонализированного подхода. Операция на костях таза цитирована с высоким риском развития осложнения. Разработанная система реконструкции крестово-поздушного сочленения в настоящий момент может быть рекомендована для внедрения в клиническую практику. Опыт хирурга, оперирующих пациентов с опухолями костей таза, должен составлять более 10 лет онкортопедического стажа. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Евгений Александрович, за интересный доклад. Какие будут вопросы? Пожалуйста. И опыт хирурга. По этой теме я бы хотел спросить, может быть даже имеет, ведь в лечении пациентов с опухолями таза имеет большое значение не только сам хирург, но вы и сами дальше сказали, что это и реабилитологи, и диагности, то есть это нужна, необходима целая школа, необходим целый большой коллектив. Считаете ли вы, что все вот эти технологии, которые вы представляли, что в перспективе они смогут быть распространены на регионы России, на другие учреждения, или все-таки это прерогатива каких-то крупных центров? Большое спасибо за вопрос. Я считаю, что данный метод хирургического лечения и данные пациенты, они должны лечиться в центрах лечения сарком, которые мы все знаем, которые коллеги, наши коллеги, все сотрудники, которые представляют сегодня здесь эти центры. Все этими технологиями они обладают, и эти пациенты должны лечиться именно в этих саркомных центрах, которые нам всем известны. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. А, еще один вопрос, я извиняюсь. Александр, скажите, пожалуйста, ваше отношение именно к криохирургическим технологиям в увеличении опухоли костей таза? Криохирургическим? Да. На настоящий момент у нас данного опыта нет, но по литературным данным это направление набирает определенные набороты. Так сказать, появился новый взгляд на применение данной технологии в лечении некоторых видов опухоли костей таза. Денький вопрос. Вот это достаточно тяжелый ортез после операции с эндопротезированием чаще всего вертлужный впадин. Да, да, да. Сколько вы после операции его носит человек? И есть более эластичные с пластинами боковыми? Достаточно ли? Да, но вот это минимум 3 месяца мы рекомендуем носить жесткий ортез. Неудобно, да, согласна. Но, к сожалению, риск вывиха у этих пациентов высокий. Это связано с большой резекцией и с дефицитом мягких тканей. Но профилактика – это укрытие дефекта сеткой, в первую очередь. Ну и в том числе ортез, конечно. Одно-другое не исключает.